Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас на лекции номер 18. Техническо-отклубленный автоматизм. А с моим интересным вопросом в основном положении системы открытия ремонтажа и пункта технического открытия ремонта автоматизма. Интересно, как мы уже говорили, процесс эксплуатации автоматизма различного кабельного состава, что происходит в этом составе. То есть мы изнашиваем его, расходуем его на ресурс надежности, заложенный непосредственно в конструкции, которая была заложена, проектирована, не приняла подхода. Происходит изношу деталей, ломаются эти части, меняем узлы, меняем укрепление, усидываем фото и так далее. Естественно, то есть снижение надежности определенного уровня, оно может все на чем сказываться. Оно может негативно сказываться на том, что мы можем подробно сказываться с угловом, происходит портка подъемного состава, и мы завершаем выполнение гравцоградской лекарственной здоровьи. И, скажем так, из-за несвоевременной подачи Локомотивы под состав, либо же производительные оценки в пути сфере теряются гроб и процентов от пропускных способностей. Для подопреждения этих явлений созданы функционирующие системы технического обхода на ремонт. И комплекс организации технических мероприятий, определяющих порядок поддержки натягово-подвижного состава в техническом состоянии в процессе эксплуатации между очередными плановыми ремонтами. Естественно, по техническому обстановлению натягово-подвижного состава относится также их экипировка и подготовка к эксплуатационной работе. Топливом, натягово-подвижным материалом, смашными материалами, технический осмотр этих технических мероприятий и так далее. Естественно, то есть, как мы уже с вами на одном доме, мы уже с вами рассматриваем, то есть установим четыре вида технического обхода, то есть ТО1, ТО2, ТО3, ТО4. То есть ремонт и циалево-подвижного состава делятся на текущие ремонты их три вида и идут у нас, что два капитана. То есть в зависимости от того либо иного вида обслуживания, то есть все эти операции выполняются на различных, скажем так, на различных подразделениях шлезнодорога. То есть если мы будем говорить про виды титульского обслуживания, то они могут здесь проводиться в соответствующих депо. А вот если мы говорим про выполнение капитального ремонта для тайного подвижного состава, либо текущего ремонта, то здесь уже необходимо, то есть производить ремонт на соответствующих альтернативных заводах, да, и соответствующие оборудования по тому, какие виды ремонта, то есть какие запчасти будут риск у нас расставаться и депо. То есть, знаете, эти все виды ремонта, мы с вами проходили, да, по каждому из них относятся, когда это производится, то есть об этом давайте мы с вами сейчас говорить не будем, просто вам, чтобы освежить память, да, то есть это было данным, да, вот, и естественно, то есть важной составляющей, да, вот, необходимо, то есть классифицировать неисправное состояние локомотива и его оборудование, да, вот, и знать место. И все отказы, да, подразделяются на один год. Первое, появляющиеся в нормальных условиях эксплуатации, и второе, возникающее в результате нарушения установленных правил эксплуатации, да, то есть видите, тогда деталь, скажем так, себя сама изнасила, да, вот, и во второе, то есть видите, может проходить, в результате нарушение, потому что она деталь неправильно сплотируется неправильно, в том числе, да, брак, она неправильно, ну, сплотируется неправильно, да, и поэтому, то есть отказ может быть в определенной диагностике, правильно организованной системы технического осмотра локомотива, да, пользуется сводить ее в число, то есть, если, я думаю, мы будем неправильно это делать, то есть у нас эти величины будут растены, а если мы будем правильно это делать, то у нас эти величины сведем к нему. Вот, и постепенные отказы связаны с износом параметров, которые можно контролировать, а значит, можно предотвращать отказы с соответствующими воздействиями, да, измашиваемыми деталями, да, вот, исследованием надежности локомотивов эксплуатации занимается специальной группой лаборатории надежности при главных инженерных вопросов, да, группа надежности состоит обычно из трех-пяти инженеров технологов, да, которые собирают информацию об отказах, объеме и характере ремонтов работ, в том числе, не планово, програбатывают рекомендации, касающиеся межремонта в периоде, да, объем технического обслуживания, да, текущего ремонта, нормирование расхода безопасных участий и мероприятий по несовершенствованию методов ремонта и контроля в качестве технического осмотра и текущего ремонта. Здесь соответствующие специалистские группы, которые занимаются этим методом. Основными документами, фиксирующие состояние эксплуатационной работы локомотивки в важнейших условиях являются технический паспорт локомотива, важное техническое состояние, пользуясь первые два, книга записи ремонта локомотива и маршрут машины в этой книге, записи ремонта фиксирующихся, вся работа выполнена при планах и непланных ремонтах и технического обслуживания. Видите, указываются все, даже паспорт записан в соответствующем документарии. Технический паспорт состава является, технический паспорт составляется локомотивом строительным заводом и передается с локомотивом в ДПП-реписки, который является основным документом для учета инвентарного папка локомотива. Ее отражают эти гнические состояния локомотива, а также фиксируются производительные ремонты и модернизации. Почему? Потому что мы могли открыть этот паспорт и посмотреть, что предусмотрено на этом локомотиве, когда это производительные модернизации и так далее. Расследованные порчи, они планы с ремонтом и повреждением идете в автомобильном порядке. Порчи локомотива в пути следования считают их как повреждение, либо отказ, из-за которого происходит вынужденная остановка поезда, либо же одиночного локомотива свыше 30 минут на перегоне к стоянке, или же это задержка на предусмотренном расписании станции на время свыше 30 минут. То есть остановился локомотив, свыше 30 минут простоял и дальше потребует помощь. Это называется порча локомотива. В счетом порчи тягово-подвижного состава производится по месту работы локомотивных бригад, допустивших порчу, а не плановый ремонт по месту приписки локомотива. Видите, в зависимости от того, где был учет, то есть порча, то, соответственно, то есть все это производится по месту порча локомотива. Да, не приписано, там все и должно быть производиться. На основании специальной инструкции действует система учета порча локомотива по всем подразведениям локомотивного хозяйства, от двух до главного права локомотивного хозяйства. Особо учитывайте порча локомотива в следующих, следующих с подразделениями поездами. Это, можно сказать, для особого случая браком работы. Случаи порча и повреждения локомотива анализируются, обсуждаются специалистами, приемщиками на технических совещаниях и привлеченных экспертам. Закодированные данные по порчам и неплановый ремонтам локомотива передают в установленном порядке в дорожный вычислительный центр для математических обработанных войн, а затем главный вычислительный центр для его соответствующего хранения. Сведения о распределении отказов отдельных агрегатов, в том числе локомотивов по жирнам и передают от службы локомотивных хозяйств и декор. Также все это потом отказается на различных сетях стараться, в частях начальных компаний. Технический обслуживающий ремонт позволяет значительно увеличить время наработки оборудования локомотивных на отказы и предупредить переход в нормальную эксплуатационную локомотивацию или аварийность. В результате интенсивность отказов в увеличении тропа в службы нарастает постепенно. То есть если вы будете значительно выглядеть поднимание на тревогу, различные будут пилоты здесь, мы можем говорить, что компаний будет прав на работу. То же самое возьмите, допустим, любую вещь. Возьмите, допустим, автомобиль, которым вы пользуетесь. Если вы в течение года будете следить за машиной, производить электрическое обслуживание, менять какие-то изделия, если у вас будет производить поломка, вы будете в своевременной стороне, на этапе, то есть когда это только произошло, а не когда потом эта поломка привела к поломке других агрегатов, когда у вас дальше ехать не сможет. Это естественно, то есть такой автомобиль у вас прослуживает очень много. То же самое и здесь. И, естественно, часто отказы наступают в результаты низких причин, то есть это непосредственное старение и перегрузка. То есть эти две фактора, это не зависит от паруси. Иногда бывает, что этот автомобиль у меня приводит указом от указом других. Сейчас, о чем я сейчас вам говорю, да? Например, например, износ парчерников коленчатого вала, дезинфицировать, столовоза производства, дезинфицировать коленчатого вала, дезинфицировать. Размотки бандажа, якорь, география, двигатель, полный отказ, двигатель. Электровод. Следующая причина частоты отказов дезинфицированного теоретического обоснования качественными показательными работами качественным показательным системам основного средства обеспечения инфекционных делов сроком отчетов. Видите, необходимо за каждую пару минут. Далее, в дезинфицированном время. И когда мы говорим о том, что обыскнив, да, будет следимы на путь. Дезинфицировать. Соответственно, дезинфицировать. Система обслуживает география, подмежной состав. И вот для плавного предупредительной системы технического обслуживания, да, то есть ремонт география, подмежной состава. Характерно, то есть следующей системе. Постановка локомотива ремонта нормированных пробегов или времени работы. Фиксированный объем ремонтов работ. То есть оборудование заранее с целью предупреждения. И чередование ремонтов разной сложности их повторяем способом необходимому проблемам. В моментах это является важным моментом. Сначала для того, чтобы произвести это все, то есть сначала поделяем базовые, то есть наиболее ответственные детали, внутри агрегаты, составить запасные движения. Безотказа сработать тягу подружного состава. Затем отдельные базовые детали агрегаты трекуруют по наработану на емкость установленных ремонтных продаж для возможности сделать максимальный ремонтный текущий. Передование ремонтов и межремонтный период. Все детали все детали и производятся ремонты различные виды ремонта в том самом облегчаем работу и все продавания ремонтов и межремонта пежнек. Почему все детали и служба разная. Для критерия оптимальности принимается минимум затрат на техническое обслуживание анальдов и максимальный использование локомотива эксплуатационной работы и так далее. На ряде зарубежных железнодорог применяется система непрерывного контроля технического состояния агрегатов и в этом случае отсутствуют нормативные шутки ремонта и жесткий межремонтный интервал. Полученные данные обрабатываются в участительном центре, где устанавливаются необходимые взятия данного локомотива с эксплуатацией для выполнения того-либо иного ремонта или обслуживания. Видите, они там пошли по другому все локомотивы люди в базу базы сама там дают надо значит не ремонтировать не надо значит не ремонтировать иногда бывает что такое что может произойти так что агрегат который еще мог выходить и просто обстрел ремонтировать дабы избежать каких-то не проговоряй то есть не так как сказать отказов организация технического служба маневрового локомотива как она проводится в первую очередь то есть управление маневрового локомотивами одним машинником помощника в одно лицо потребов введение некоторых системных мисковосслужений в первую очередь это относится к ТО1 и ТО2 в качестве организации проведения проведения которого зависит надежность локомотивов соответственно для эксплуатации она особенно важна при обслуживании их в одно лицо поскольку устранение неисправностей без участника без участия поможем затруднено и может вызвать значительную задержку от маневровой работы на родине пунктов и вдвоем движения поезда организация технического службы маневрового локомотива существенным для них оказывает местные услуги эксплуатации интенсивность маневровой работы взаимное расположение объектов локомотивного хозяйства и так далее а также районов маневровой работы наличие отношений комплектов технического осмотра и много обеспеченности квалификации ремонта обеспеченности квалификации ремонта и санула маневровые локомотивы обслуживаются постоянно прикрепленными бригадами поэтому КО1 маневровых тепловод и электровод производится ежедневно машинистами при приемке и сдаче локомотивов в процессе эксплуатации при наличии технических перерывов в работе КО1 занимает 20-40 минут то есть не более одного часа сутки работы для их обслуживания при смене тормозных колодок на помощь локомотивной бригаде может проходить составитель поездок то есть видите если мы будем говорить про маневровые локомотивы то есть также необходимо производить технический осмот в большинство степеней променевого работа мушинства сработает один естественно то есть если произойдет ремонт то ему ремонтировать это достаточно тяжело поэтому то есть видите приемки локомотива то есть машинист более тщательно старается проверить эти машины узлы и доложить оперативную если же надо это не сделать то противных людей приемли от локомотива долгое время будет его ремонт соответственно это может привести к сбору во всей работе то есть во всей работе железнодорожного транспорта он должна понять что в том день состоит в том ремонт в том данный локомотив в некоторых депо железной дорог для муниевого теплового помимо работы в один будет выполнен мушинительный также каждое дежурство подусмотрено дополнительнее периодически раз в 4 сутки различные мероприятия первое обувь сжатый водон тягу генератора воздухомашинного агрегата аппаратные камеры электродвиги злеотопия на 70 сходу снижается попадание геря и вырезаем леднию чтобы помещение этого производства подказывать систему уборка под настилами машинного помещения под агрегатом компрессором редукторами и так же шахтой холодильника осмотр обувь сжатым воздухом очистка аккумуляторных батарей добавление в них инвестированные валюты сжатым воздухом обувь пожарственным воздухом хранительской части наружный осмотр электрических кабелей труб подвижные системы для дальнейшего нормального эксплуатации видите некоторые подъемки на станции или на станции такие мероприятия естественно нацену помните технического охлаждения об этом мы разговаривали где у нас производится пункт пунктов автоматизма приходит на муку в которых непокредственно располагается все необходимое оборудование для производительного ремонта для соответствующего хранения смажных материалов в снижки для ремонтной работы для снабжения и так далее естественно я выполняю операцию да выполняю операцию и у нас непосредственно происходит в снижки 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 вот ну естественно то есть частично в снижке в снижке не закончилось да допустим снижки на на снижке на на снижке и все а если допустим снижки на снижке снижке на снижке на снижке снижке в религии снижке в снижке в снижке и и и Продолжение следует...